Медоед. Индийский, медоеде, или лысый барсук, или ротель Мельвара Капенсисвит из семейства куньях, обитающий в Африке и Вазе. Выделяется в отдельный род и отдельное подсемейство. Известен за свою свирепость и бесстрашие при весьма небольших размерах. Книга рекордов Гиннесса в своих изданиях за 1998-2003 годы провозгласила медоеда самым бесстрашным млекопитающим в мире. Шерсть медоеда в черно-белой окраске с четким разграничением. Как правило, сверху она от головы до хвоста бело-серая. Бока и нижняя часть тела, включая морду и конечности, окрашены в черный цвет. В некоторых африканских регионах джунглей, например на севере Демократической Республики Конго, встречаются и полностью черные экземпляры. Телосложения у медоедов коренастые, конечности и хвост относительно короткие, а передние лапы снабжены острыми когтями. Голова широкая, с коротким острым носом, глаза маленькие, видимых частей ушей нет. Размер медоедов достигает 77 сантиметров, не считая хвоста около 25 сантиметров, вес от 7 до 13 килограммов, самцы немного тяжелее самок. Распространение Ареал медоедов охватывает большие части Африки и Азии. В Африке он встречается почти повсеместно, от Марокко и Египта до ЮАР. В Азии его сфера обитания простирается от Аравийского полуострова до Средней Азии, а также до Индии и Непала. Медоеды живут в различных климатических зонах, в том числе в степях, лесах и горных местностях до 3000 метров. Однако они избегают слишком жарких или влажных регионов, таких как пустыни или тропические леса. Медоеды активны преимущественно в сумерках или ночью, однако в нетронутых человеком регионах или при прохладной погоде их можно увидеть и днем. Для сна они используют самостоятельно вырытые ямы глубиной от 1 до 3 метров с небольшой выстланной мягким материалом коморкой. На своей территории медоеды располагают несколькими такими норами, и так как они за сутки проделывают далекие походы, то почти никогда не ночуют в одном и том же месте две ночи подряд. В поисках пищи они передвигаются по земле, но иногда залезают и на деревья, особенно когда хотят добраться до меда, что и дало им их название. Как и большинство других видов из семейства куньих, медоеды живут поодиночке, и лишь изредка их можно наблюдать в небольших группках, как правило, молодых семействах или холостяцких стаях. У них относительно крупные индивидуальные территории, охватывающие несколько квадратных километров. О своем присутствии они извещают сородичей с помощью секрета, выделяемого специальными анальными железами. Медоеды считаются весьма бесстрашными и даже агрессивными животными, у которых почти нет естественных врагов. Их очень толстая кожа, за исключением тонкого слоя на животе, в отдельных случаях не может быть пронзена даже зубами хищных крупных кошачьих и ядовитых змей. Сильные передние лапы с длинными когтями и зубы медоедов являются эффективным защитным оружием. К тому же они умеют, подобно скунсам, испускать зловонный запах, если на них нападают. Сами они, если ощущают угрозу, нападают на животных, чей размер значительно превышает их собственный, в том числе на коров и буйволов. По своему внешнему виду, строению тела, бесстрашию, характерному агрессивному поведению и всеядности медоед поразительно напоминает другого представителя куньих, росомаху. Медоеды являются хищными животными. К их добыче относятся различные грызуны, а также молодые особи более крупных видов, таких как лисица или антилопа. Кроме них к пище медоеда относятся птицы и их яйца, присмыкающиеся, в том числе мелкие крокодилы и змей, в том числе ядовитые, а также земноводные, падаль, личинки насекомых, скорпионы и прочее беспозвоночное. Растительную пищу медоеды употребляют по сравнению с другими видами куньих относительно мало, из нее они питаются ягодами, фруктами, корнями и клубнями. Примечательна любовь к меду, давшая медоедам их название. О сроке беременности медоедов существуют различные данные, что, вероятно, обусловлено характерным для куньих колеблющимся темпом развития оплодотворенной яйцеклетки. Между спариванием и рождением проходят 5 или 6 месяцев, но непосредственная беременность, вероятно, короче. В помете медоедов находятся от 2 до 4 новорожденных, проводящих свои первые недели в выстланном сухими растениями логове. Молодняк остается при матери довольно долго, нередко больше года. Продолжительность жизни медоеда в дикой природе неизвестна, в неволе она составляет до 26 лет.